МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости в студии Карина Кашина. Вначале коротко о главных событиях. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отопительный сезон в Караганде стартует уже в предстоящую субботу. Такое заявление сделал Акимгорода Нурлан Аубакиров. Ход подготовки в регионах обсудили на аппаратном совещании в областном Акимате. Аллея генералов появилась в Караганде. Ее открыли на территории Академии МВД имени Боримбека Бесенова в честь 50-летнего юбилея учебного заведения. В Караганде впервые прошел осенний полумарафон. В забегах приняли участие около двух тысяч человек из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Норвегии, Польши и России. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отопительный сезон в Караганде стартует уже в эту субботу. Такое заявление сделал Акимгорода Нурлан Аубакиров. Также ход подготовки в регионах и недовольство горожан новым обликом вокзала обсудили на очередном аппаратном совещании в областном Акимате. С 5 сентября в рамках подготовки к отопительному сезону по области действует рабочая группа управления энергетики. Объезд по городам выявляет проблемные места, отстающие от графика. Согласно плану, продолжается строительство котельных в поселках Шахан и Агадырь. Уделили внимание и обеспеченности регионов углем. На сегодня по всем городам и районам, а также по областным управлениям проводятся завозы угля. Обеспеченность углем объектов соцкульплита на отчетную дату составляет 85,7%. Это 170 тысяч тонн угля. Есть небольшие отставания по Жанаркинскому району. Здесь необходимо Акимату Жанаркинского района провести работу и организовать и ускорить работу по завозу. 98% многоэтажных жилых домов уже готовы к отопительному сезону. Ремонт продолжается на 49 участках Казыбекбийского и Октябрьского районов. Но в течение 10 дней работы будут завершены. Горячая вода у карагандинцев в этом году появится раньше, чем обычно. И мы готовы с учетом заинтересованных, с учетом погодных условий чуть раньше. То есть мы их планируем не с 1 октября, а уже с 28 сентября начать заполнение и подачу уже тепла. То есть в первую очередь это регион и пришахтин сортировка чуть раньше для того, чтобы раскрутить всю систему. Так никаких проблем у нас нет. Хорошо. Отопительный сезон когда начнем? Официально мы планируем уже 28 начать отопительный сезон. Аким Карагандинской области с первых дней уделяет внимание жалобам народа. Женис Касымбек отметил недовольство горожан реконструкцией вокзала Караганды. Жители интересуют внешний облик, потому что это было одна из достопримечательностей города. Историческое здание, которое придавало особый колорит Караганде. Вчера и позавчера мы разговаривали с руководством Казахстана Темржала, с руководством Министерства индустрии и инфраструктурного развития. Итог такой, что мы договорились эту работу продолжить и максимально приблизим к историческому облику вокзала то, что сегодня строится, реконструируется. До четверга мы будем иметь окончательный вариант внешнего облика вокзала. Еще раз повторяюсь, он будет максимально приближен к тому, как это было. До конца недели застройщик и проектировщик обещают предоставить предложение по доработке дизайна центрального входа вокзала. Пропускная способность увеличится в два с половиной раза. В уже отреставрированной части здания появились комнаты для людей с ограниченными возможностями, матери и ребенка. В новом еще строящемся крыле здания будут дополнительные кассы, просторные залы ожидания и фудкорты. Установят подъемники для людей с ограниченными возможностями. Все строительные работы будут завершены к концу года. Полина Малюкова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Обновить автопарк, убрать мусор, достроить детскую больницу. На выходных Жениск-Косымбек объехал областной центр. Новый глава региона буквально проехался по всем проблемным точкам города. Акимобласти представили генеральный план развития города. Его интересовали все аспекты от перспектив жилищного строительства, до решения вопрос с газификацией и качественным обеспечением теплоснабжения и другими коммунальными услугами. В частности, вопрос с очистными сооружениями. Жениск-Косымбек не оставил без внимания и ситуацию, по уборке мусора в городе. Его интересовало, сколько полигонов вокруг Караганды и почему поступает много жалоб от карагандинцев. По мнению Акима города Нурлана Аубакирова, виной всему низкий тариф, а соответственно, нехватка техники и кадров. Если завтра мусор перестанут убирать на Кыжу, он уже больше будет. К этому надо думать. Если мы экономим на чем-то, давайте тариф. Нормальный человеческий тариф, чтобы люди работали. Не платим деньги, они технику не обновляют. Через год чем будете убирать мусор? Ознакомился глава региона и с работой общественного транспорта. Крупнейший перевозчик Караганды закупил 75 современных автобусов китайского производства. Первые машины обещают выпустить на маршруты уже на этой неделе. Акимобласти добавил, что в ближайшие дни проведет отдельное совещание по пассажирскому транспорту. Потребовал глава региона достроить детскую больницу. Напомним, она стала долгостроем из-за судебных разбирательств с подрядчиком. Акимобласти поручил уложиться в выделенную сумму, чтобы уже в следующем году карагандинцы получили новую больницу. Еще один вопрос, которому Женис Касымбек уделил особое внимание, это строительство и реконструкция объездных дорог вокруг Караганды. Он поручил не отставать от графиков работ. Акимобласти также ознакомился с деятельностью местных товаропроизводителей. Он посетил фабрику «Акнар» и завод по производству полипропиленовых и полиэтиленовых труб и фитингов фирмы «Жако». Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Аллея генералов появилась в Караганде. Ее открыли на территории Академии МВД имени Боримбека Бесенова в честь 50-летнего юбилея учебного заведения. С праздником курсантов и преподавателей поздравили Аким Карагандинской области Женис Касымбек и заместитель министра внутренних дел Марат Кужаев. У Карагандинской Академии МВД славная, богатая традициями история. Она была создана в 1969 году. Основателем и первым начальником вуза был участник Великой Отечественной войны, профессор права, генерал-майор юстиции Боримбек Сарсенович Бесенов. Именно его имя носит сегодня Академия. В честь 50-летнего юбилея собрались выпускники разных лет и почетные гости. В родной вуз приехало более 50 генералов. 50 лет Академии – это не только летопись первого специализированного вуза системы МВД Казахстана, но и история нашего города. Карагандинцам особенно приятно осознавать, что именно здесь находится этот легендарный вуз. Я знаю, что все выпускники Академии разных лет, независимо от того, где они сейчас служат и где живут, тоже считают себя карагандинцами. Более 20 тысяч офицеров вышли из стен Академии. Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кужаев отметил, что Карагандинская Академия является кузницей элитных кадров. Сегодня это единственный вуз, который готовит специалистов для правоохранительных служб на базе бакалавриата. К нами разработана большая дорожная карта под модернизацией органов внутренних дел. Она состоит из нескольких блоков и один из блоков как раз касается нашего ведомственного образования. Вы знаете, об этом уже неоднократно доводилось, что мы практически пересмотрели всю подготовку полицейских и ликвидировали бакалавриат во всех других учебных заменениях, кроме Академии МВД. В присутствии почетных гостей 213 молодых курсантов присягнули на верность Родине. Акимобласти поздравил первокурсников и добавил, что сегодня работа полиции находится под пристальным вниманием всего общества. Дорогие курсанты, для вас это особенный день. Не каждому курсу удается давать клятву под пристальным взором стольких генералов страны. Уверен, среди вас есть те, кто будет также стоять в этом почетном строю через 20 и 30 лет. Желаю вам также сохранить и развивать славные традиции Академии. С гордостью и честью нести свое новое звание офицера полиции Республики Казахстан. Всем мир и процветания! В Академии при поддержке Национального музея в рамках программы «Урхани Жангру» открыли выставку «Великая степь» на страже через поколение. Из столицы в Караганду доставили один из самых ценных экспонатов музея – «Золотого человека». Его везли под охраной на бронированной машине. Реликвия служит символом мужества и чести, верности Родине. На территории Академии также открылась аллея генералов. Здесь установили портреты с краткими биографиями 65 генералов МВД Казахстана. Все они – выпускники ВУЗа. Юбилей праздновали два дня. Накануне состоялась Международная научно-практическая конференция и форум выпускников. Гости также посетили учебно-полевой лагерь в поселке Доленко, музей памяти жертв политических репрессий и историко-культурный центр первого президента. Андрей Тенаманкужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Кульминацией торжеств, посвященных 125-летию великого поэта-мыслителя Сакена Сейфулина, стал концерт под открытым небом на площади в Карагандинском центральном парке. Вместе с местными коллективами выступили звезды казахстанской эстрады. Концерт был организован при поддержке Акимата Карагандинской области и партии Нур-Атан. Концерт прошел под открытым небом на площади в Центральном парке. В нем приняли участие фольклорный ансамбль Аркасазе, а вместе с ними яркие звезды эстрады Баужан Исаев, Алтная Журобаева и Мадина Судвакасова. Живое исполнение солистов филармонии с академическим оркестром никого не оставило равнодушным. По словам режиссера-постановщика концерта, программа мероприятия готовилась с января месяца. С января-февраля месяца мы начали этот проект работать, и где-то в июне мы его утвердили. И по утвержденному уже сценарному плану, сценарию отрабатывали. Вот здесь уже работали мы здесь почти 10 дней. На мероприятии присутствовал заместитель Акима Карагандинской области Абзал Нукенов. Он еще раз поздравил народ с убилеем общественного и государственного деятеля Сакена Сейфулина. В своем выступлении он отметил, что молодежь должна подражать таким великим личностям. При поддержке Акимата и партии Нуратан прошел ряд мероприятий в честь 125-летия Сакена Сейфулина. Это мероприятия, которые должны пробудить в нас патриотизм, интерес к истории и литературе народа. Мы должны превозносить наши традиции всему миру. В нынешнее время среди нас достаточно духовно богатых людей, которые, так же, как и Сакен Сейфулин, верно служат своему народу. И я искренне рад этому. Чтобы посмотреть концерт, собралось много людей. Одна из зрителей Батима Кожибай Козе является землячкой Сакена Сейфулина. В поселке Нельде Батима 40 лет проработала педагогом. Сейчас она находится на пенсии и с удовольствием посещает различные мероприятия. В поселке Нельде находится музей и школа, где учился Сакен. Мы очень гордимся им. К его 125-летию проходят множество мероприятий. Например, вчера я была на международном Айтысе. Он прошел на высшем уровне. А сегодня пришла посмотреть концерт с участием казахстанских звезд. Очень благодарна за такой праздник. Данные мероприятия очень важны для молодежи. Пусть молодые люди берут пример с таких великих личностей народа. В ходе концерта также были исполнены произведения Сакена Сейфулина, Тау Шинде и Ахкуды Найрлуа. Стоит отметить, для проведения данного мероприятия были задействованы более 200 человек. Мюльдар Жакан, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В центре города появилась новая скульптура из монолитного камня с кованными лотосами. Необычная композиция стала подарком от корейского центра и символизирует дружбу народов и связь поколений. Памятный знак открыт в рамках программы Рухани Жангыру. Камень олицетворяет священную землю Сарой Арки, давшей жизнь тысячи депортированных корейцев. Лотос – самый древний цветок на планете. Это символ освобождения от страдания, возрождения и процветания. Пять бутонов символизирует преемственность пяти поколений казахстанских корейцев. По словам Лилии Ким, идея об увековечивании возникла давно, но воплотить ее в жизнь удалось только в юбилейный год. Первое наше поколение предки, выжившие в это тяжелейшее время депортации и давшие благодаря гостеприимству казахского народа и священной земле жизнь следующим поколениям, дала жизнь, новое поколение воспряло, пустило корни и трудится успешно во всех сферах общественной жизни Казахстана и любит свою родину. Карагандинский корейский центр был создан одним из первых в Казахстане. В этом году Союз празднует свое 30-летие. За эти годы центр завоевал в обществе немалый авторитет. Ни один праздник, ни одна акция не проходит без его участия. Этнокультурные объединения области также поздравили товарищей с круглой датой. Вы знаете, такие мероприятия всегда захватывают дух и трогают сердце, потому что наш единый многонациональный народ Казахстана имеет такие прекрасные возможности изъявлять свои желания, традиции, обычаи, сохранять их и иметь право также выразить благодарность казахскому народу за те времена, тяжелые времена, когда сам казахский народ переживал тяжелые условия жизни, погибали вместе со всеми, в том числе и корейский народ. И поэтому сегодня мы здесь все собрались, председатели культурных объединений, присоединиться к этому празднику, присоединиться к тому, чтобы поблагодарить казахский народ вместе с нашими корейскими братьями и сестрами. Памятник установлен на Каскадной площади в знак благодарности корейцев казахстанской земле и стал символом многолетней дружбы братских народов. Полина Малюкова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Своё 750-летие отмечает в этом году Золотая Орда. В рамках программы «Рухани Жангыру» ученые и студенты вузов посетят сакральные места с научно-познавательной экспедицией «Улытау-Колыбель Золотой Орды». О планах работы рассказали на пресс-конференции в областном историко-краеведческом музее. Экспедиция такого рода проводится впервые. Совсем недавно глава государства Касым Жомар Тукаев лично побывал в мавзолее Жошихана и призвал всех казахстанцев познакомиться с культурными памятниками улытауского региона. В первую очередь историю должно знать молодое поколение. Здесь собралась молодёжь исторического каргу, исторический факультет, географический факультет. Тут не только историки, гуманитарный колледж, ребята из кафедры туризма, с КЭУ, художники с профессионально-художественного факультета. То есть тут представлены разные-разные именно по специальностям. Не только историки, которые заинтересованы, а люди, которые абсолютно об этом не знают, но заинтересованы. Экспедиция продлится неделю. За это время участники познакомятся с древними городищами Хан Ордасы и Жоши Ордасы. Смогут посетить известные мавзолеи Аллаша, Хана, Жоши Хана, Булган и Беленана. Сами организаторы называют улытау настоящим кладезем архитектуры XIII века. Улытау действительно реально – это колыбин Золотой Орды. Золотая Орда началась с улытау. Сам Жоши Хан там захоронен. Кроме Жоши Хана большое количество золотординских памятников там имеется. Цель экспедиции – ознакомить молодежь, рассказать, показать, чтобы в дальнейшем дальше распространять, что истоки казахской государственности находятся улытау. Также на историческую местность отправится съемочная группа. По итогам поездки планируется выпустить короткометражный фильм и фотоальбом «Дневник экспедиции». Полина Малюкова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде впервые прошел осенний полумарафон. В забегах приняли участие около двух тысяч человек из Казахстана, Кургызстана, Узбекистана, Норвегии, Польши и России. В программу осеннего полумарафона вошли три дистанции. 21 километр 97,5 метров, 14 километров и 7 километров. Бегуны стартовали и финишировали на площади независимости. Осенний полумарафон включен в официальный календарь республиканских соревнований. У трассы забега есть сертификат, который еще в 17-м году выдали эксперты международных марафонов и пробегов. Стоит отметить, что уже три года в Караганде проходит весенний марафон Арман-Гажол. Теперь появилось и осеннее соревнование. Организаторы заявляют, это говорит о востребованности подобных состязаний. Есть большая потребность у людей, которые ведут здоровый образ жизни. И в связи с этим мы развиваем общий массовый спорт. И, как вы видите, большая потребность у них существует в реальной картине. Пока участники полумарафона преодолевали трассу, зрители и гости могли насладиться показательными выступлениями спортсменов в разных видах. На площади независимости организовали спортивно-концертное шоу. Легкоатлет из Нур-Султана Алимжан Балтабек стал победителем на дистанции 7 километров. В Карагандон приезжает уже третий год подряд. Победителем на главной дистанции среди мужчин стал карагандинец Вячеслав Слободынюк. Среди женщин первая финишировала Асель Куспанова из Нур-Султана. Все участники отметили высокий уровень организации. В будущем осенний полумарафон планируют сделать ежегодным. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Это были самые важные события уходящего дня. Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе всех новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова